Уникальные кадры, атака, миномётные обстрелы, окружение и прорыв. Взвод российской военной полиции и военнослужащей сирийской армии против сотен террористов. Бойцы оказались в кольце врага. Была задача отразить удары боевиков и дождаться поддержки. И сегодня стали известны подробности этой операции. Из серии репортаж Александра Батухова. Ведут миномётный обстрел со всех сторон просто. Ложиться полностью по кругу, полностью по кругу. На этой любительской съёмке первые минуты атаки. Ранним утром боевики, запрещённые в России Джабхата Нусры, ведут обстрел наблюдательного пункта в провинции Идлиб. На кадрах хорошо видно, как мины одна за одной с каждым выстрелом всё ближе и ближе ложатся к зданию, где находятся сотрудники российской военной полиции. Летит, ещё раз говорю, миномётный обстрел продолжается. Не прекращается просто. Когда начался миномётный обстрел, мой взвод занял оборону на втором этаже, согласно боевого расчёта. Держали оборону до тех пор, то есть пока не стали попадать миномётные снаряды прямой наводкой по зданию. Второй этаж дома был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились также военнослужащие Сирийской Арабской Республики. Совместно с ними держали оборону на первом этаже. В подчинении Александра Самойлова было 29 бойцов. В Идлиб они приехали за неделю до нападения. И все эти дни боевики держали подразделения военной полиции в постоянной боевой готовности. Была миномётная пристрелка, интенсивность её была каждый день. Также беспилотные летательные аппараты от противника, которые прилетали, разведывали местность. Вот техника, которую вывезли с базы наблюдательного пункта под Идлибом. Этот водовоз уже не подлежит восстановлению. В него угодила мина, выпущенная боевиками. Прежде чем окружить пост российской военной полиции, террористы обстреляли его из артиллерии. Интенсивный миномётный обстрел длился полтора часа. Боевики целенаправленно сначала уничтожили дороги, ведущие к наблюдательному пункту, и таким образом отрезали пути отхода. А затем взяли в кольцо наших военных и сирийских солдат. Во время артиллерийского обстрела ранения получили несколько сирийских военнослужащих. К счастью, ничего серьёзного. Впрочем, положение наших военных с каждой минуты становилось всё сложнее. После миномётных ударов боевики пошли в наступление, используя танки и БМП. И если бы не помощь бойцов специального назначения, которые раньше всех пришли на подмогу, долго держать оборону отряду военной полиции было бы очень непросто. Ведь против них были брошены сотни хорошо подготовленных и вооружённых боевиков. На своём направлении мы насчитали порядка 4-5 танков и столько же было БМП. В каждом БМП находилось порядка 8-10 человек десанта. И плюс у них ещё пехота, которая шла пешком, тоже переходила в атаку, отдельно от бронетехники. Ну, я так предполагаю, это порядка 90-100 человек шли примерно только на наши позиции. В составе сил специальных операций создана и действует группа, которая занимается прорывом к военным, попавшим в окружение. Во время этого задания бойцы этой группы отразили несколько атак террористов. И при поддержке с воздуха штурмовики Су-25 уничтожили тяжёлую технику боевиков, прорвали блокаду. Только после этого подразделение военной полиции на бронемашине покинуло пост. Позже бойцы признаются, что выжить им помогла военная подготовка, слаженность действий и немного везения. Чудо плюс наш командир. Ему моя жена позвонила, передала большой респект. Я бы не сказал, что это удача. Скорее всего, это слаженные действия личного состава. Который уже бывал в подобных ситуациях. То есть это не чудо? Нет. Я в чудеса не верю. Подразделение Александра Самойлова сейчас находится на военной базе на отдыхе, а раненые сирийские солдаты в госпитале на лечении. Там же несколько бойцов спецназа, получившие ранения. Эту военную операцию уже назвали уникальной. Одержать победу в таких сложных условиях было очень непросто. Но ещё сложнее выйти из боя без потерь. В Министерстве обороны уже заявили, что часть военнослужащих будет представлена государственным наградом. Александр Бутухов, Юрий Шоумов и Алексей Зуев. Первый канал. Сирия.